друзья всем привет я виталий филиппов эксперт магазина germania сегодняшний выпуск посвящен будет кастом джеркам многие наверно кто получает кастом джерки и испытывали те чувства волнения нетерпения открыть посылочку и достать эти заветные джерки сделанные руками мастеров и я такой же как и вы несмотря на то что 12 лет уже получаю постоянно эти посылки и каждую посылку открываю с новым интересным с большим вдохновением и распаковываете приманки каждый раз что-то себе откладываю и думаю что вот я на него конкретно поймаю что-то очень хорошее хотя мне уже может быть и не надо этих приманок но такого не бывает чтобы я из одной посылки не взял себе какую-то одну приманку это я просто бы изменил бы себе сегодня я вам не буду показывать стол кучу этих приманок я вам побольше лучше постараюсь показать их вживую и рассказать я получил две посылочки от алексея половникова бабука бэйт и александра стахеева палочка стом эти парни просто умелые руки прекрасные мастера отличные рыболовы они подходят к работе со знанием дела и вот бука бэйт чанки вот новая интерпретация blue silver glitter невероятно красивая приманка с крупным глиттером превосходно перевели переливается очень хорошо подойдет и для балтики и да принципе для любой воды все приманки бука бэйт из этой коллекции все слабо тонущие вот такой вот шугар токсик с ярким брюхом и таким натурал видным бачком с коричневой спинкой это также чанки модель морфин пайк решили возвратить этот цвет отлично смотрится превосходно работает эта приватка моделька рейсер получила вот такой цвет пока я делал фильм все цвета это модели в этом виде уже были раскуплены ход руч это беспроигрышный вариант приманки с которой можно ехать или идти на любой водоем плотвичка с ярким красным брюхом возвратили вот эту расцветку токсичная ночь в танго 155 великолепный кислотник просто необычный можно работать как и по светлой воде как ровно и по любой темный мутный ну и старые цвета танго которые уже проверены временем у них мы ловили уже несколько сезонов решили их возвратить по просьбам рыболов но эти приманки уже в новой краске не более сочные более яркие так что давление у бу буки бы произошли и в хорошую сторону а теперь посмотрим приманки от палыча палыч немножко под задержал но наваял достаточно приличную коллекцию приманок горзилла бринс 150 миллиметров палыч сделал просто все что можно плавающая версия слабо слабо тонущая версия суспен слабо тонущая версия тонущая версия и мы вынуждены будем в магазине все это вместе сложить в одну категорию годзилла бринни джуньвар и собриманки с разной плавой участию и все вместе и востока категории в одном магазине это просто там на страницу не за день не посмотришь цвета всех как и прошлое уже такие проверенные временем и рыбы так и несколько новых расцветочек вот слоновая кость вообще великолепный цвет с шишкой яркой на спинке для того чтобы видно это суспен превосходная натуральная расцветочка вот такая тация роуча с красной попкой для мишени тоже очень интересного приманочка и дополнению вот такая самая популярная расцветка в годзилле в семнадцатом вот такой цвет будет с с к и с к тоже небольшое дополнение так что еще упал очень интересно инстигатор джуниор все слабо тонущие очень горка очень вкусно по игре приманками мы ловили колоссальное количество рыбы вот натуральная расцветочка руч вся серия слабо тонущая здесь и новый цвет слоновая кость есть перч золотистый с ярким брюшком ну и конечно вот такой зеленый уже традиционно раскрученный цвет который полюбился рыболовом и щукам для тех кто ездит на севера или ловит на заросших мелководьях вот такая англопа головастик сделаны из амбаши это очень пористое большополучие дерево она при падении очень не сильно загружается в воду тем самым если у вас там старая трава там или коряги это вы можете смело бросать если у вас там 15 20 метров воды приманка не встрянет и даже если что зацепится за счет большой плавучисти не выдают очень сильный за счет длинного хвоста штат гонгер сильный роллинг приманка очень мощно гонит волну тем самым привлекает хищника с дальних расстояний она прибавляется буквально сколько вы хотите сантиметров до 30 и быстро всплывает на паузах поэтому можно провести просто по поверхности воды также на поверхности воды хлютая хвостом создавая возмущение и также привлекая хищника два цвета осталось по одной приманки еще вчера их было гораздо больше но люди которые ждали эти приманки интересовали звонили спрашивали и отсылал фотографии что уже забрали то же самое и с дайверами даже некоторые рассветки не успел снять пришлось отправлять побыстрее люди ждут люди ждали и вот новый дайвер от палыча и газ лопата здесь фирменная это не ржавейка закупалась в америке краски все узнаваемые палыча рассветки вот такая уникальная приманка расцветки все штучно на каждую приманку черный вообще очень интересный такой первый раз вижу такую задумку приманка легко заглубляется медленно всплывает заглубление они имеют роллинг вокруг корпуса мощно расталкивают в общем это такой классический один из вариантов дайвера приманки уже сбалансированные тестированные пласты поставлены на работу всем хочу сказать что пласты это в большей степени стабилизатор чем заглубить поэтому гнуть их вот так вот слишком не стоит вы можете испортить игру или надломить лак корпус надо как-то так с умом подходить если хотите что-то попробовать измениться вы прижимаете здесь на кончике хотя палыча очень добротно все пробитые дополнительные усиленные задняя часть но все же чтобы сохранить и не потрескать лак рекомендую это делать аккуратно то что американские дайверы допустим эти же сьюики они не лакированы и там где-то хочешь и вот это ничего не будет иметь ввиду это касается не только палыча любых дайверов где вы не купили если не с лаком нужно быть очень и очень аккуратно потому что потом не секунду киномастеров что мы посудили какую-то дракованную прибанку вы не сломали сами и вот великолепный цвет сломала костюз дайвере просто безумно нравится безумно нравится очень-очень интересный цвет дайвер простой и не сложно все я думаю в силах его осилить так что так что милости просим я в этом году буду ловить вот этот дайвер это у меня еще тестовая расцветка пока она в серию не пошла может мы потом подумаем немножко чуть-чуть и изменим вот но ракет возможно еще будет и еще на тесты палыч прислал вот такой интересный дайвер саша назвал начале сокол он первоначально был на тестах покрашен с крыльями и такой корчеватый цвет и был похож вроде как на птицу хотя мне сразу казалось что что-то птицы это будет похоже как в общем-то если подбирать с мостом но большей степени наверно перекликаются со змеей особенно с коброй и как будто прислал и вдруг я открываю посылку и вижу вот эту большую чешую и вот эту голову с красными глазами я не смог засомневаться что это точно змея в этом названии приманка приманка сделано совершенно другой плоскости в отличие от пегаса пегас он такой брусковидней приподнюк сверху а обра она сделана в плоскости грань несколько отличается у них это более мере классическая будет версия я еще честно только не разобрался потому что я получил только вчера утром и успел буквально так вами попробовать от нетерпения посмотреть хотя бы что она делает ну очень интересно если на большом ударении понравится игра и вопросов приманки не будет надо будет попросить палыча чтобы сделал такую отдельную партию небольшую приманку приманку очень понравится все приманки очень качественные сделаны с качеством палыча все это прекрасно знают все приманки лучше милости просим приобретайте ловите и наслаждайтесь приманками от кастом мастеров что еще хочу сказать что тут на кобру я поставил крючки бпк в этом году буду широко использовать хотя недорогие мне не кажется они всегда очень оправдают плане по засекаемости я думаю все будет просто на высоте на кобре вот стоит 40 никак лучше но не прям стали сюда как родные приманка от 22 сантиметра весит 135 грамм пегасы на сантиметр меньше двадцать с половиной и весь это не поменьше там районе 115 120 так что так что сказал все что хотел а что еще пришло новенького пришли палочки кастом предатора от саваж гир до 170 грамм до 240 грамм хорошие палочки не конечно позвончие чем бюджетная модель ничего не скажешь мне они так импонируют сейчас еще немножко потеплее это будет открытая вода я буду делать тесты джерковых удилищ специализированных для резины универсальных палочек посмотрим что почем как вы заметили качество съемок пошло в гору сейчас уже вторую передачку я снимаю новой камерой так что сейчас отзавелся новым оборудованием новыми микрофонами и учусь ими работать и я думаю что в дальнейшем все будет улучшаться и улучшаться и вам будет интереснее интересней смотреть новых поступлениях приманках оснастях джерковые ловли и на крупные приманки следующие я по-прежнему готовлю видеоряд о поездке на севера август прошлого года это очень было интересная поездка колоссальное количество материала требует много времени и здоровья к тому же делаю работы парни надеюсь что первая часть уже выйдет концу следующей недели будет очень интересно очень красивые съемки я прям сам наслаждаюсь и смотрю вспоминаю эту рыбалку великолепная компания всевозможные трудности прохождения северных речек которые вознаграждались достаточно крупными уловами несколько щук было за 13 килограмм сразу вам раскрою такую завесу и вообще за десяток поймано 10 штук это на четверых это очень круто это было поймано буквально за два дня и в общем то общее количество рыб на каждого участника там было за 200 штук в общем и поймали там порядка считайте там тысячу с хвостиком и хвостов вот очень круто очень здорово так что подписывайтесь на мой канал вы будете в курсе о всех событиях на джеркмане а я с вами прощаюсь виталий ака джеркман а